Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Evolved и выживать на сервере с модификацией Survival Plus. Если вы здесь впервые не знаете ничего об этой модификации, вам настоятельно рекомендую начать смотреть с первого выпуска, ссылочка будет в описании под видео. Эта модификация добавляет огромное количество новых инграм, новых механик в игру, то есть абсолютно новые постройки, всё делается по-другому, не так, как в стандартном Ark Survival, так что действительно лучше начать с самого начала. Ну а в этом выпуске мы с вами сейчас в первую очередь отправимся за медью, и медь здесь добывается не так, как там железо или ещё что-то, я вам всё покажу, она добывается из ульев титана-муравьёв. Погнали сейчас с вами её достанем, потому что я знаю, где находится один из ульев. Вот это как раз то самое место, откуда добывается у нас титана-мирма-амолт, или как-то так называется, секундочку, сейчас посмотрю. Давайте быстренько, кстати, насекомого можно подобрать, я честно говоря не знаю зачем, ладно, давайте подберём. Одну секундочку, давайте быстренько по инграмам ещё раз глянем, где это находится, вот, да, титана-мирма-маунт. То есть это вот как раз добывается вот из такой вот структуры, из такой кучи, это что-то типа, ну как у плотины-бобра, да, нам нужно просто забраться внутрь и оттуда всё забрать. Но на нас будут нападать, естественно, вот такие титана-муравьи. То есть в этом плане нужно быть очень аккуратными и всё сделать очень быстро. Смотрите, там ещё титана-муравьи ползёт, 25 уровня, ну в принципе с ними можно посражаться, и это довольно-таки неплохой. Такой источник опыта. Почему бы нет? Я не знаю зачем нужны насекомые пока что. Давайте открываем инвентарь, забираем отсюда всё вкусное. Никого нет? Да, вроде никого нету. Ну, конечно, одного такого нам мало, нам желательно побольше. Сколько у нас сейчас получилось вот этого молда? Это титана-мирма-маунт-чанк. А это у нас просто глина. То есть я так понимаю, что всё-таки вот из этого сначала делается в ступке и пестике вот такая штука. То есть из одной штуки один маунт делается. А потом нам это дело ещё нужно будет просеять. Сейчас ещё пробегусь немножечко по окрестностям, может быть ещё найдём. Ну и естественно, самый классный источник опыта в Ark Survival это меганевры. Потому что они практически ничего с нами делать не могут. При этом они все, ну, налетают в огромные стаи. Они хищники. У них довольно-таки высокий уровень частенько. И из-за этого мы с вами получаем очень большое количество опыта. То есть у меня сейчас 29 уровень. Совсем чуть-чуть осталось до 30. Когда я вышел из дома, был 28. То есть я полтора уровня получил вот просто так с меганевр. Ну, на самом деле реально, очень-очень быстро. Итак, мы с вами дома. Давайте сейчас быстренько в ступку и пестик закладывать вот этот маунт. Это, если не ошибаюсь, насыпь переводится или что-то типа того. Теперь, где-то здесь в компонентах, да. Вот, мы теперь можем сделать 71 штуку. Делаем. Делаем краситься все это довольно-таки долго. Так что просто придется подождать. А также мы с вами добавили глину. Это довольно-таки прикольно. Просто так на халяву глину достать. Кстати, секундочку. Глина, глина. У меня этот дом был немножечко, немножечко покоцанным. Смотрите, мне не хватает сейчас досок, немножко соломы и все остальное у меня есть. Нужно его быстренько починить. Мне его покоцал трек, если вы помните, в одном из первых выпусков. У нас с вами все, в принципе, есть. Это берем. Солома у нас где-то, где-то вот тут. Все хорошо. Солома у нас тоже есть. И теперь просто... Не разрушить. Теперь просто ремонтируем. Все. Идет ремонт. Отлично. Видите, почти наполовину... Ну да, наполовину он мне его просадил. Все лишнее можно сейчас быстренько убрать отсюда. Солома сюда. Ну, в принципе... Ладно, ничего особо лишнего-то у меня нет. Да, кстати, еще одна прикольная штука. Именно сито. И сито нам понадобится с вами для того, чтобы просеивать медь. Выучиваем медную пыль, которая просеивается. И теперь нам нужно будет взять... Наверное, там уже несколько штук произвелось, да? Давайте отсюда заберем вот эти вот кусочки уже готовые. Так, есть. Отправляемся в воду. Делать это нужно в воде. Здесь у меня сейчас инкубируются яйца этих самых дилфазавриков. Здесь у меня три паразаврика стоят. Кстати, я забыл упомянуть, что паразавров можно кормить, ну, и детенышей тоже. Как и вот такими растениями, так и соломой. То есть солому они тоже вполне себе кушают. Следующий момент, который я узнал про грядки, который я не знал до этого. Грядки нужно все-таки... Вот я об этом упомянул. Нужно взять грабли и обрабатывать граблями. Пропалывать, по большому счету. Соответственно, здесь еще такая фишечка есть. Смотрите, в грядке сейчас 13 из 10 предметов. Я не знаю, это за глюк или так и должно быть. Ну, во всяком случае, сюда я больше положить не могу, да. То есть 13 это максимум. А вот сюда я могу добавить еще удобрения. Я думал, что здесь 10 максимум. Соответственно, сейчас написано на грядке вот на самом верху well-capped. То есть в хорошем состоянии. Ну, хорошо ухоженно, если правильно перевести. Здесь есть rake field. То есть мы должны это поле пропалывать при помощи вот таких вот граблей. А эти грабли у нас делаются просто в work table. Ну, там есть раздел tools. То есть инструменты, и делаются они там. То есть грядки у нас будут зарастать сорняками, и их нужно регулярно пропалывать. Возвращаемся к меди. Пойдем в воду. Я еще не пытался просеивать. Надеюсь, что будет сейчас получаться. То есть мы с вами... Так, заходим в воду. Так, видимо, так это не делается. Но мне как бы система говорит, ты должен стоять на земле, чтобы просеивать землю в поисках семян или червяков. То есть если мы просто стоим на земле, нажимаем на сито, мы получаем с вами семена, как видите, да. Но чтобы получать медь, нам нужно стоять в воде. Еще раз, одну секундочку. А может быть просто ее как-то крафтить нужно? Нет? Да, она вот так вот просто крафтится. Я понял. Просто нужно стоять для этого в воде, иметь сито, иметь вот эту землю из насыпи титана муравьев. И теперь-то мы с вами как раз крафтим медную пыль. Но это еще не все, чтобы сделать медь. Для того, чтобы сделать медь, если не ошибаюсь, нам понадобится, естественно, я не ошибаюсь, нам, естественно, понадобится примитивная плавилка. Мы ее можем сделать. Также я думаю, что нам понадобятся вот такие вот заготовочки. И для чего нам все это нужно? Потому что у нас на 23 и на 24 уровне разблокировались медные инструменты. И, соответственно, нам нужна медь, чтобы их сделать. А при помощи медных инструментов мы с вами гораздо лучше сможем добывать дерево, металл и прочее. Но железо, если не ошибаюсь, обрабатывать может нормально исключительно кузнец. Кузнец у нас есть. Кузнецом будет форл. Но, я не знаю, он раскачался до 30-го, если не ошибаюсь, он раскачался. Я сейчас на 29-м уровне, и мне совсем чуть-чуть осталось до 30-го. А, у меня все есть. То есть я могу на самом деле плавилочку скрафтить. Замечательно. Соответственно, как я сказал, нам с вами нужно обязательно выучить вот эту вещь. Заготовка для слитка. Выучили. Крафтится она, если не ошибаюсь, в кармане. Давайте проверим. Да, крафтится она просто-напросто в кармане. Теперь пошли забираем плавилочку. Куда мы ее с вами поставим? Ну, где-нибудь на улице, потому что, не знаю, у нас все вот такие вот вещи, они стоят на улице. Здесь всякие палатки-палатки, тенты. Честно говоря, мне этот тент здесь абсолютно не нужен. Это мне здесь абсолютно не нужен. У меня появился вот такой вот горшочек, мне его подарили, но мы с вами еще сегодня разберем обязательно, как его делать. Тент у нас очень тяжелый. Нет, 24. В тенте можно просто прятаться от непогоды, чтобы нам было тепло. Вот и все. У нас здесь не слишком жарко вам, нет? Все хорошо? Инкубация идет. Замечательно. Сюда с вами ставим плавилку. Плавилка только у нас будет вот так вот как-нибудь стоять. Мне кажется, так будет лучше всего. И, соответственно, чтобы у нас с вами плавилка работала, нам нужен либо, как сказать, обожженный уголь древесный, либо уголь каменный, либо, как это называется, маслянистые камни здесь, если я не ошибаюсь, называется. Но по большому счету это нефть, то есть они добываются из нефтяных камней, которые у нас где-то в море. То есть, в принципе, как вариант, можно сплавать их поискать, а можно сделать просто обожженный уголь. И для того, чтобы его нам произвести, нам понадобится еще одна деталь. Сейчас посмотрим, есть оно у меня или нет. Да, вот оно. Это у нас печь по производству угля. Я еще такого не делал. Ладно, секундочку. Давайте посмотрим, сколько на нее нужно глины. Глину нужно 25. Сейчас сделаю глину, и мы с вами продолжим. Ну что ж, мне пришлось немножечко прозбираться с тем делом. Соответственно, я вот сюда поставил печку. В печке у нас может обжигаться только сухая древесина. Чтобы у нас получилась сухая древесина, нам нужно выучить инграмму. Сейчас покажу, какую, где она у нас находится. Где-то на 15 уровне или что-то типа того. Да, вот на 15 уровне, вот, Small Wood Pile. То есть, небольшая куча древесины. Делается она из 20 единиц обычного дерева. Просто размещаем. Я сделал две штуки. И внутрь нам нужно с вами заложить вот такую древесину. Которая еще написана, как не до конца просушена. И не годится для того, чтобы быть топливом. Здесь, как видите, она сохнет довольно-таки быстро. А крафтится она вот здесь вот. И здесь, если вы обратите внимание, она сушится гораздо медленнее. Ну не то, чтобы прям гораздо, но медленнее. И в кармане тоже сушится довольно-таки медленно. Поэтому лучше поставить парочку-троечку, если нужно просушивать. Сюда быстренько закидываем. Здесь она сушится реально очень-очень быстро. Отсюда уже можно забрать сухую древесину. Потому что, ну, я специально заранее все это сделал. Чтобы потом не ждать вам. Чтобы все можно было сразу показать. Забираем вот отсюда тоже. Потому что здесь немножечко просохло. И закидываем с вами в печку. 43 древесины. Я думаю, что нам этого хватит. Я сходил, просеял еще побольше меди себе. Заготовка для инготов у нас с вами готова. Почему-то она нифига сюда не перекладывается. Одну секундочку. Ага, здесь написано, что сначала ее нужно обжечь в обычном костре. Хорошо, секунду. Опять же, сделаем с вами сейчас огниво. Закидываем ее сюда. Закидываем сюда, наверное, все-таки кору. Пускай на коре обжигается. Зажигаем огонь. Сейчас мы ее с вами обожгем. И у меня есть такое ощущение, что что-то я еще упускаю. Какую-то важную деталь. Но, честно говоря, если упускаю, то сейчас мы с вами поймем, если я еще что-то не сделал. Ничего страшного. Здесь огромное количество всяких разных вещей. Все? Обожглась? Да, все, она обожглась. И, соответственно, как видите, у нее есть полоска жизни. То есть она недолговечная. Можно несколько раз его использовать. Здесь у нас наконец-то появляется древесный уголь. Замечательно. То есть теперь мы можем сюда переложить заготовочку. То есть для ингота. Точнее, для слитка по-русски, если сказать, перекладываем древесный уголь. И закидываем, естественно, медь. Можно теперь зажечь. И у нас фармингингит. Секундочку, конечно же, не можем зажечь. Нужно потом сделать, наверное, постоянное огниво простое. Я не хочу на это тратить инграммы. Зажигаем. Ну и у нас, по идее, должны получаться здесь медные слитки. А чтобы сделать кирку, нам еще понадобится с вами наковальня. Наковальня делается довольно-таки просто. В принципе, у меня все ресурсы на нее должны быть. А может быть и нет. Камня немножко не хватает. Камня немножко не хватает. Это не беда. Камень у нас с вами есть. Давайте заберем отсюда. Сделаем наковальню. Ну, наковальню тоже установим прямо где-нибудь здесь. Это самая примитивная, самая простая наковальня. То есть, типа пень и камень, да? Я так понимаю, что кузнец потом себе сделает наковальню получше. Ну что, у нас слитки получаются. Да, у нас получаются с вами как раз медные слитки. И мне вот что интересно, черт побери. Из чего делается теперь кирка? Потому что там что-то еще нужно. А, смотрите, здесь написано Copper Peak Blade. То есть, лезвие для кирки. Делаются они, скорее всего, внутри наковальни, если я не ошибаюсь. Да, делаются они внутри наковальни. Нужно здесь 5 слитков. А здесь нужно 8 слитков. А сколько я сейчас слитков могу сделать из того, что у меня есть? Если не ошибаюсь, 1 слиток делается из скольки? Из 4? Да, из 4 песчинок меди делается 1 слиток. Кстати, здесь у нас еще что-нибудь просохло. Потихонечку просыхает. Это хорошо. Давай, давай, давай. Нам нужно как можно больше. Так, 18 пошло сюда. Кстати, если уж на то пошло. Можно даже вот здесь еще подзакрафтить вот такой вот древесины. Давайте сделаем штучек 50. Пускай здесь тоже сохнет. 5 готово. Ладно, пускай делается. Я пойду еще немножечко просею. У меня там еще в кармане немножко осталось. Просто сито сломалось. Его хватает где-то, ну, как раз на 100 просеиваний или что-то типа того. Ремесло. Просеиваем с вами 20. Все, что есть. И да, я получил 30 уровень и выбрал профессию. Соответственно, я выбрал, естественно, охотника. И взял эко-хантер. Эко-хантер, я так понимаю, что это структуры, то есть постройки, связанные с охотником. То есть, ну, может быть, каким-нибудь, я не знаю, что-то связанное с загонами будет. Пока что еще непонятно. Но выучивается это дело не в инграмах. Нам нужно открыть журнал. То есть, вот это не попала запись, за это сорямба. Нужно открыть журнал, который у нас всегда в инвентаре с самого начала игры. С этой модификацией дальше пролистать до охотника и выучить. Ну, здесь будут все профессии написаны. Просто пролистываем до нужной вам профессии и выучиваем. И вот какой момент. Где, черт побери, следующие инграмы, я, честно говоря, не понимаю. Потому что у нас вот те инграмы, которые есть здесь, они... Ну, на 35 уровне здесь какой-то корабль. На 45 уровне еще какой-то корабль. Дальше какие-то вещи. Это изобирейшн, здесь какие-то дома, какие-то печи. Я даже не знаю, что это такое. Это, может, как-то с каменщиком связано. Как видите, больше инграм здесь, в принципе, никаких нет. Я так понимаю, что все остальные инграмы, они либо в журнале будут теперь разблокироваться по ходу набора уровней. Ну, либо я, честно говоря, пока что не знаю. Я думаю, что где-то в журнале. Но это мы с вами скоро узнаем. Так, у нас опять вечереет. Пока что я вот с этим совсем разбирался. Все это дело. У нас опять начинается вечер. Давайте быстренько это сюда. Это пошло у нас сухая древесина сюда. Уголь забираем. Уголь забираем. Закрываем. Уголь забираем с вами. Перекидываем вот сюда. Здесь все окей. Ну, кстати, ее надолго хватает. Прочность 50, из 50, не знаю. Может быть, реально долго можно ее использовать. Забираем с вами 9 медных слитков. Перекидываем в наковальню компоненты. И давайте-ка сделаем в первую очередь, наверное, топор. В первую очередь я все-таки хочу топор экспи сделать. Пускай крафтится, а потом уже сделаем кирку. Так, это мы с вами сделали. И, соответственно, все это дело крафтится вот здесь, вот в рабочем столе. Ну, вот это, честно говоря, странно, почему они перекинули крафт сюда, в рабочий стол. Потому что, ну, мне кажется, было бы логично, если бы прямо там в кузнице мы это и делали. Ну, ладно, бог с ним. Так, нам немножечко не хватает дерева. Давайте все лишнее отсюда заберем. То есть положим сюда дерево. И что еще не хватает? Кожаных полосок, если не ошибаюсь, да? Кожаные полоски. Так, идем опять в инструменты. Что такое? Кожаные полоски. Есть. Делаем с вами медную кирку. И медный топор. Наконец-то. Просто вот наконец-то. Потому что вот эти, они довольно-таки, довольно-таки слабые и плохие. Есть, конечно, такая маленькая деталь. Они медные. Меды довольно-таки мягкие металлы. Соответственно, ну, они нам не будут не очень долго служить. Ремонтировать их нельзя. Можно скрафтить только новые. В этом есть такая небольшая засада. Но, с другой стороны, на самом деле, они все равно гораздо лучше, чем обычные. Потому что обычно мы собираем очень мало дерева. Мы сейчас с вами даже пойдем проверим это дело. Так, мне с собой абсолютно точно не нужны бурдики. Давайте выложим все-все-все лишнее. У нас вечереет. Но вроде света достаточно. Пойдемте быстренько протестируем нашу кирку и топорик новый. Черт, так они на шипы. Ладно, нормально, живем. И это, честно говоря, было немножечко больно. Ну-ка, насколько хорошо все это дело рубится. Так, хорошо. Семнадцать девятнадцать. Ну, знаете, как стандартный такой железный топорик в Ark Survival. Реально. То есть, рубит примерно так же. А вот, например, как мы с вами сейчас будем добывать железо. Потому что, как помните, раньше мы железо в основном... Ну, как сказать. В основном добывали камень отсюда. А теперь как раз в основном добываем железо. Вот от кирки реально есть польза. От топора, ну, такая сомнительная. То есть, во, вот это вот реально полезно. Вот это реально круто. Давайте немножечко отдохнем. И здесь наверху у нас, кроме железа, еще есть кристаллы. Я, правда, не знаю. Может быть, их уже все собрали. Может быть, и железо-то все собрали. Ничего здесь уже не осталось. Или никто сюда не приходил. Нет, никто не приходил. Вон кристаллы. Я уже немножечко собирал. И этот уже по новой заспавнился. Во, отлично. Обычный киркой, сделанный из кремния. То есть, флинт пикэкс. Здесь очень сложно их добывать. И шанс очень маленький, что добудешь. А вот такой вот гораздо лучше. Опять же, сейчас не знаю, для чего нужны кристаллы. Я предполагаю, может быть, для строительства дома, в котором есть окна. Но, скорее всего. Опять же, возможно, подзорные трубы. Я, правда, не знаю, кто ее делает. Потому что инграмы я это не вижу. Но ничего, в ближайшее время мы с вами разберемся. Но у охотника абсолютно точно должна быть подзорная труба. Потому что, вроде как, через нее можно смотреть, сколько привязанности у животного. То есть, здесь все вот это вот приручение животных, оно разбито на несколько стадий. И каждая последующая стадия начинается в определенный процент привязанности. Ну, там, примерно 20%, 40%, 60%. Если не ошибаюсь, этот процент привязанности можно смотреть через подзорную трубу, которая есть в этой модификации. Но, может быть, просто нужно еще немножечко раскачаться, несколько уровней получить. И тогда у нас станут доступны новые как раз инграмы. Сложно сказать, но мы постараемся это сегодня с вами проверить. Давайте соберем все кристаллы, чтобы спаунились новые, и пойдем домой. Ну что ж, мне тут посчастливилось познакомиться с иностранцами, которые у нас здесь есть. Опа, Традон, пошли нафиг отсюда. Не хочу с ним встречаться. Соответственно, они строят себе базу вот здесь вот. Мы все-таки хотим переехать на другой остров. Но это еще не точно, это еще не финальное решение. Собственно говоря, у нас теперь с вами есть нормальные инструменты металлические, начни как металлические, медные. Ну и уронами такой. Я на самом деле бы сказал, что самыми обычными копьями гораздо выше урон. 38, да? Вот было бы интересно, если бы здесь была, ну, пика вот такая вот медная. Сколько бы она урону наносила. Но, честно говоря, это мне сейчас не нужно было. Смотрите, что у нас впереди есть. У нас впереди с вами еще один... Еще один вот этот вот муравейник. Давайте так это называть. Мне кажется, потому что это и есть муравейник. Но здесь Традон, и черт побери, рядом с ним. Я предлагаю просто схватить и бежать нафиг. Взять все. А здесь нету почему-то, здесь только глина. А вон еще один муравейник, класс. А Традоны на меня не согрелись. Но согрелись, зато... Зато согрелись титана муравьи. Ладно, сейчас отойдем подальше и забьем. Какого там 85 уровня? Нормально. Это опыт, в принципе. Это хорошо. Это опыт. Можно подобрать. Так, секундочку. Идем сюда, здесь давайте все соберем. Там же должна была кнопка взять. Все, да, вот кнопка взять. Все, все, хорошо. Блин, у меня обезвоживание, это нехорошо. Это очень плохо. Так, где муравьи? Нет муравьев. У меня обезвоживание и... Наверное, мне нужны ягоды, да? Да, не хватает углеводов в организме. Так, ладно, давайте быстренько Традончиков сейчас в сторонку оббежим. Странно. У меня такое ощущение, что кто-то просто залез и забрал все оттуда. Здесь только клина была, да? Черт, жуки. Ладно, хорошо, я понял. Я понял. Мне, скорее всего, хана. Ну ладно, продолжаем сражаться. Ничего страшного. Одного забиваем. Второго забиваем. Все хорошо. Собрать с вас ничего нельзя, да? Нет, можно хитин забрать. В принципе, нормально. Собирается хитин. Давай-ка соберем с этого тоже. Еще и сырое мясо. И в стороночку, в стороночку. Иначе у нас сейчас будут с вами проблемы. Кстати, у меня есть гриб. Давайте-ка съедим его. Ну так просто. Ничего страшного. Ничего страшного. Ну и, в принципе, можно немножечко здесь поспать. Ладно, нужно сейчас добраться до воды и попить водички. О, меганевра. Вот именно вас я и ждал. Песятую забиваем. Блин. Только одна. Где еще меганевра, интересно? Где еще меганевра? И вон у нас с вами еще один улей. Может быть, сейчас из него все-таки получим медь. Потому что меди, мне кажется, маловато. Но нужно будет еще ребятам сделать обязательно медные инструменты. Давайте-ка залезем сюда. Во! Вот это я понимаю. Ладно, все забираем. У меня пошел перегруз. Плевать. Вроде жуков нету. Вроде жуков не летит, да? Секундочку. Мне столько с собой... Как это сказать? Ладно, глины мне тоже с собой столько не нужно. Давайте глину долой. Это все нужное. Так, отлично. Вижу еще одну. Может быть, здесь что-то будет. Мне кажется, может, тебе просто кто-то пролутал, а глину не брал за ненадобностью. Ну, тоже вариант. Но это не очень хорошо. Потому что в таких... Ну, как сказать. Желательно, если уж ты такие вещи делаешь, то все забирать, чтобы обновлялось, чтобы появлялось новое. А я теперь двигаться не могу, нифига. Что мне теперь делать? Что мне выкинуть? Это, в принципе, нужно... Что мне выкинуть? И, кстати, когда я стал охотником, я стал больше наносить урона животным. Как видите, теперь урон с этих стрел по 198. Было меньше? О! Дождь! Я тебя... Я тебя обожаю, дождь. Наконец-то. Первый раз я могу это сказать, потому что... Ну, реально хочется пить. Стойкости абсолютно нету. Когда бегаешь, влага в организме очень быстро заканчивается. Ну, там, либо... Даже не спасает то, что ты просто ложишься на землю, все равно выносливость заканчивается, влага заканчивается. И еще одна штука, которую я сегодня хотел бы посмотреть, это, естественно, гончарный круг и что в нем можно сделать. Соответственно, здесь есть вот такая палочка, которая называется Clay Shaper. То есть, я бы так понимаю, что это для придания формы глине. В гончарном круге мы с вами как раз должны научиться делать всякие разные горшки. Потому что выучить мы их нигде не можем, соответственно, делаются они в нем. Давайте-ка поставим его... Ну, ладно, давайте поставим его все-таки вот здесь, в этом доме. У нас яиц нигде нету? Нет, нигде нету. Так, теперь, соответственно, что мы в тебе можем делать? Мы можем сделать здесь это для хранения свежей еды, а вот это вот, это просто для хранения каких-либо вещей. То есть, сюда мы с вами перекладываем глину и еще глину. И теперь можно закрафтить, сколько там, наверное, парочку сделаем. А может быть все четыре. Здесь довольно-таки много вещей хранится, довольно-таки большой вес. Давайте-ка сейчас сюда. А, да, секундочку, естественно, нужно сначала обжечь, прежде чем использовать. Теперь, вот это с вами пошло сюда. Зажигаем. Зажечь не могу. Ладно, хорошо, секундочку, делаем огниво. Зажигаем. Сейчас они быстренько обожгутся, и можно будет их где-нибудь установить. Потому что вот эти вот сделанные из коры, они достаточно большие. В них может храниться всего шесть предметов и по весу 75. Вот в таких бочоночках может храниться уже 15 предметов и 150 веса. Соответственно, мы с вами сейчас отсюда все забираем. Что-то они как-то долго обжигаются, да? И давайте посмотрим, что у нас там есть по еде. У нас с вами есть вареные яйца. Но здесь нужна соль. У нас с вами есть даже вот это вот из рыбы у нас, да? То есть здесь нужна жареная рыба, томаты, соль, латук и вода. Это у нас что такое? Здесь всякие разные ягоды, без разницы какие. Опять лук, латук, овощи. Здесь соль, овощи, вода. Прикольно. Просто овощной суп. Здесь у нас жареное мясо, вода, соль, ягоды, яйцо. Это у нас простое типа блюдо. Это у нас мясная похлебка. И здесь у нас гуляш. Прикольно. Кстати, долго, действительно, очень долго обжигается. Ладно. И можно только по одной штучке их раскладывать теперь. Так, поставим их куда-нибудь пока что вот сюда. Здесь будем хранить еще что-нибудь, я пока что не знаю. Дверей у нас на данный момент надежных нету. Но пока что шипы вроде защищают. Надеюсь, что дальше тоже будут защищать. Но у нас уже в ближайшее время появятся и двери, и железные ключи. Потому что у нас форал докачался уже до 30 какого-то там уровня. То есть он взял кузнеца. А смузи скоро станет уже плотником. Ну и собственно говоря, мы сегодня с вами разобрались с производством дров. Это нам не нужно. Мы с вами разобрались с производством угля из дров. Потом, естественно, мы научились плавить медь. Научились где ее добывать. Также разобрались с гончарным ремеслом немножечко. Ну, как бы сказать, здесь пока что у нас всего 2 инграммы в гончарном ремесле. Это сюда лучше не перекладывать на самом деле. Сейчас переложим куда-нибудь в другое место. Наверное, вот сюда. Пускай Дим здесь лежит. Вот эти две дилки, ребят, которые здесь были, я не знаю. Им стало очень холодно. Я подобрал, потом кинул обратно, и яйца исчезли. Видимо, какой-то заглюк. Не стоило подбирать. Нужно было просто, наверное, добавить сюда еще один этот самый, как его, факел или парочку факелов, чтобы им просто стало теплее. Здесь у нас что происходит? Здесь в процессе роста. Давайте-ка добавим сюда еще немножечко фекалий. Дальше вот сюда добавим с вами фекалий. И здесь что у нас тут происходит? В процессе роста. Ммм, прикольно. Слушайте, у нас, если все будет хорошо, завтра уже будут, во всяком случае, межебери. Причем, смотрите, как классно выглядит, да? Я так понимаю, что здесь не надо сейчас ничего пропалывать, потому что здесь нету такой опции. Можно палить, но плевать не нужно, потому что только что прошел дождь. Ну, надеюсь, что до утра это все дело дотянет. Я себе обязательно поставлю пораньше, будильник встану чуть-чуть пораньше. К следующему выпуску, я надеюсь, у меня уже будут готовые овощи, и мы сможем с вами отправиться приручить Эквуса, или там, может быть, еще кого-нибудь. И нам с вами обязательно нужно будет достать шкуры, то есть, точнее, мех, чтобы сделать вот эту меховую одежду. Меховая одежда, она здесь служит как маскировочный костюм и дает тот же самый эффект. Соответственно, нас будут меньше замечать животные, и мы сможем их нормально приручать. То есть, хищников, например, без маскировочного костюма или меховой брони приручать абсолютно точно нельзя. Просто у них будет чересчур большой радиус агрессивности, они нас постоянно будут засекать и будут атаковать нас. Поэтому нам обязательно нужно будет сделать себе сначала броню, а потом уже идти приручать хищников. Ну, а на этом этот выпуск давайте завершать, я надеюсь, что он вам понравился. Мы здесь разобрались с огромным количеством механик, много всего сделали, обзавелись своими нормальными инструментиками. Да, у нас появились заодно, ну, в принципе, у нас появилось три паразаврика, осталось просто подождать, пока они вырастут. Растут они примерно сутки, и мы с вами разобрались со всей вот этой вот приблудой, разобрались еще и с гончарным делом. Надеюсь, что вам этот выпуск понравился, если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре, а также с другим играм. А на этом все, удачи, друзья, пока, увидимся в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»!